всем привет ребят ну что настало время прокачки мега-имбы почему я качаю потому что она используется последнее время очень часто на архидемоне на битве гирлии во всех локациях наверно кроме подземок там особо в подземке и никто не берет но на всех по локациях она просто раздает героев есть конечно варианты как с ней бороться но если против вас фрея у вас нету фрей шанс того что вы сольетесь очень большой хотя на фартак прошлых мы как-то я честно говоря удивился что против меня были с время реально ничего не смогли сделать она принципе бывает считается одного скилла так что за герой вызывает помощники голубей которые получают 1 1 единицу урона то есть фактически их очень долго надо бить них если не ошибаюсь в районе 50 единиц то есть 50 ударов надо чтобы убить этого голубя на протяжении 12 секунд у всего с ней может летать три голубя скажем так самое основное этого героя увеличивается за счет голубей атака нереально просто увеличивается как видите плюс 45 давайте сделаем сейчас максимум так чтобы мы уже говорили а носит 260 процентов урона в секунду на протяжении трех секунд также голуби увеличивают ее атаку на 45 каждый причем куда он 8 секунд она получает максимум 18000 входящего урона то есть у нее стоит как у черепа бесконечный скажем так блок урона до 18 есть конечно вариантов линку и поставить он еще урежет меньше и поставить победный выпад чару там тоже 15 процентов то есть режется можно урезать там не не помню 10 300 по моему это надо будет потестить по талантам бастион самый универсальный жизнь плюс атака самый лучший вариант для нее можно ставить порочный пакт можно ставить бавашку но там жизни нет порочный пак чем хорош там дофига урона бастион самый офигенный также замедление на архидемона но надо будет еще потестить раскол у меня на некоторых аккаунтах стоят расколы но еще не дошел вам принципе показано но на архидемоне надо будет тестить потому что там процентуальный шанс питомцем на отхил кого-то можно ставить рунами ставить на урон либо утекание чтобы ее не так убивали в принципе вот так вот давайте сделаем эволюцию агументацию сразу и пойдем уже ее тестировать у меня тут фрай хватает очень офигенный герой на сегодня сложно против нее воевать принципе думаю вы это знаете мне вам рассказывать это герой которого хотят хотят все у них у всех он есть хоть это и бездонатный герой конечно но еще вышел после нее не крыл которые тоже в принципе бездонатной но тоже очень крутой друг против друга не по-разному бывают воюет кто-то может затащить кто-то нет так окей давайте так получаром по чарам однозначно либо деспект для увеличения жизни так жизнь не особо много можно попробовать передачу энергии для урона ну и конечно на архидемона это перомах либо ассасин также можно попробовать вот такой вот вариант победный выпад плюс 25 процентов урона и 15 процентов отражалки это как самые такие скажем идеальные так давайте ослеплянка уже докрутим эти коробки неинтересно это неинтересно тоже не интересно как видите с коробок ничего толкового вот передача энергии так это и все оу вот так вот ребят неожиданно ну я пока на нее не поставлю потому что я буду на архи бегать такой вариант ему можно поставить одну без у нас четверкой минотавра можно принципе на максималку ладно я потом решу на кого ставить в принципе хватит такого варианта для нее у меня тоже стоит ну для архи демона все-таки лучше перомах по чарам уклонение либо вот не по чарам по созвездиям ссори уклонение либо крит то есть одно из двух это самое скажем топовая для нее будет она не в критовой фракции вот видите она серенькая в принципе если она 12 куб прокачать там добавится немножко крита ну это особо вас не спасет поэтому я себя качаю всегда я ну скажем так у меня было одно время с уклонением потом я просто перекачал в крит чтобы она была бешеной просто дамагером чтобы просто разносила всех всех все и вся и в принципе так она и получается если ее собрать на максимальный урон там просто за облачный урон у нее получается с голубями и она просто может с плюшки шатать любого героя свое время как она вышла просто нереально если раньше там выражай тащил то она просто сливаете переворожая мы пачка ваша сливается дохнет ваш выражай и все и говорите просто героем до свидания вот такая вот сборка пусть будет у нас сейчас так 3 крита крит урон и жизнь отлично на 1 уран урон будет дольше жить так ставим чека бума и особо там защита никакая не нужна единственное можно защиту от стана рунами поставим давайте так вот еще увеличим урон так нужно нам сейчас немножко боевать сейчас я вам сразу же покажу она бьет чисто героя в этом тоже плюс посмотрите ну и и наверно тут сейчас убьют от вражеская фрая тоже она бьет причем она бьет цель у которой на меньше жизни то есть соответственно если у нее у ее голубей скажем так будет больше жизни то будут бить ее если голубя кого-то законтрит вот смотрите 150 одна тысяча шестьдесят шесть сто двадцать семь семьдесят двести сейчас будет капитальный урон анубис а это она минотавры 39 37 но тут еще конечно от титула сто тридцать один но посмотрите как она дамажит жестко там герои со второй эволюции она у меня только 1 вот так вот сейчас мы быстренько добьем золотце наши я и по-моему просвет до просвета и суд и уже вкачал так отлично то есть вот такой вот у нас герой бастион он самый такой если поставите стойкость ну нету вы минутам не донат можете ставить стойкость жизнь там допустим урона конечно меньше я бы лучше даже больше советовал стойкой ставить чем например тот же самый бог войны потому что похвани то да вы добавите урона жизни будет очень мало и очень быстро будут уносить если у вас например не будет уклонений а если вы поставите там стойкость плюс например крит это будет более универсальный чем вы сделаете просто тупо прокачку на урон у нее жизни очень мало если ее заденут тем более она будет против вражеской фрейм то честно говоря вариантов там особо вас не будет ну чё где где хотя бы раз то без юнитов посмотрите что она делает вот мы немножко ее уже подкачали вот герои просто просто исчезли скажем так так злобный ронин а там еще и анубис был как это его не заметил благодаря тому что у него ограничение входящего ворона это просто жесть посмотрите что она делает а я чё там и чекобума поставили поставил называется на отхил чекобума привык что у меня там на китайке 35 рудольф 1 стоит ну то есть как видите вот посмотрите вот вражеская фрейм они сейчас будут друг друга колошматить вот видите у ее его фрейм меньше сейчас жизни чисто фрейм будет долбить до последнего уже но видите иногда на высотам скорее всего процентуальные или как скорее всего что пациентам в общем такой вот вариант ребят реально офигенный герой такс нам надо уже на максималку его прокачивать пойдем покажу вам ее в забытой битве то есть чисто герой создан для пвп но и для архидемона с топором так как у нее по сравнению со стрелком и орнитоптеры но вертолетики эти видны поэтому плюс она еще дальник посмотрите как она веса там считает ну конечно тут жизни маловато ну реально очень и очень крутой герой так окей первом от прядик отлично делаем эволюцию так вот уже перешагнули на район 120 к посмотрите там стрелок а вот огнекрылого не крыло тоже ограничение как видите мы сейчас будем просто тупо то кого убьет вражеская фрея тоже активирована огнекрылые ограничения и надо теперь в него попасть то есть тоже такие вот видите варианты есть очень длительные бои могут быть вот кстати удобно такой вариант когда фрея выпускаешь свою можно минотавра юзать конечно минотавр сейчас ближе подойдет и его зафигачит то есть вариантов очень много разных оптимальный вариант для нее это бастион это урон плюс жизнь каменка там на ней работать не будет она резать не будет урон входящий поэтому вот так вот перед тем как что-то поставить задумайтесь да и зачем у нее и так 18 к храничение и лучше жизнь увеличить либо же урон который у меня просто нереальный на арене тоже очень кайфовая быстрый набор энергии и ее можно один раз ударить она уже активируется надо видеть цель чтобы его выпустить плюсов в этого героя очень много минусы конечно есть в дофина битве кили это я уже тоже не раз показывал когда она выпускает своих орнитопторов и на них можно зависнуть разогнаться то есть вариантов очень много разных это реально самый большой и минус и основной наверно и и и и и и и и сделаем так чтобы время не терять так что мы имеем максималка 138 тысяч жизни как видите не так уж и много атаки почти 12000 и рунами столько же вы представьте 24000 урона сейчас увидите что она будет делать в рейдах конечно сейчас найдем просто без огнекрыла чтобы так более-менее вот смотрите big foot это только начало только один у нас голубь сейчас будет два будет поярче вот смотрите на героев вот вражеская фрая появилась потом у нас еще появился такой злобный то есть вот такие вот варианты поехали в пава по думаю будет там интереснее поехали на арену покажу так на какую-то бы попробую пачку найти ну к сожалению у нас тут пока никого такого не будет и вариант ее можно застанет забрать энергию либо наложить молчание только так вы сможете спастись от нее больше вариантов честно говоря никаких нет здания как видите она с руки бьет скилл ее на здание посмотрите на урон просто бешеный вариант можно собрать даже грубую силу тоже неплохо будет смотреться героя просто шатается одной тачки но тут сейчас может быть просто вечный бой питомца нету с от телом видите вражеская не хилятся соответственно моя сейчас должна ее просто высчитать от тела нет нам повезло немножко больше посмотрите на урон вон просто офигенный у с бастиком она такая самая скажем так универсальная так когда надо давай посмотрим чего ты сделан еще один плюс героя агрится на ее голубей она стоит сзади она просто себя шатает всех ну посмотрите разобрала причем 10 10 у нее скилл на двенадцатом там вообще жестко все будет в общем так вот ребят такой вот герой сейчас пойдем еще в забытое посмотрим единственное что я кого-то поставлю впереди в роли танков возможно даже ту же самую бочку сейчас поставим чтобы она танчила так вот наша фрей будет сзади впереди будет стоять бочка поехали это не заялись на бочку самое основное что мне надо было она уже активировалась сзади все вынесла то есть как видите реально очень-очень крутой герой ну давайте тут единственно надо наверно бочку ближе поставить хотя в принципе смотрите сейчас ара если конечно успеет заблочить не не успел просто просто жесть ну тут было бы интересно против этой пачки с двенадцатыми скиллами побоевать так что у нас тут повелитель бури конечно если он сейчас активируется на думаю до активировался ну он слился на хранителе с военной защитой вот так вот вот почему на хранителе огненная защита хорошо потому что у него очень много жизни и когда она включается все ее просто убиваются точнее огненько всегда работает у него есть еще своя от скилла защита с отражалкой что тоже очень круто поэтому на нем всегда отражение будет жизни много это самый лучший вариант так как и для многих вот давайте против души к посмотрим часами а этот слабенькая пачка ну то есть чем больше у него голубей тем быстрее она будет просто раздавать все героев сплюшки вот мне нравится как махатма в начале боя снимает энергию если вражеский смотритель есть он активирует так ну давайте еще этого все тут даже я думаю терцеедка не спасет даже один голубь она все равно столько дома вы имеют просто нереально так все все пишите коменты подписывайтесь как обычно лайки участвуйте в конкурсах ждем одного всем удачи всем пока